Да, ну вот, вот даже женщина на вас выходила и вы с ней общались, ей Бог, который описан в Ветхом Завете, показался другим, в отличие от Бога Нового Завета, как будто это другой Бог. Это ведь вкроется все в том, что понятие о любви неправильное у человека получается. Надо усчитывать, какой человек был, и да, потому что Бог разговаривал как с ребенком, это момент возрастания, а люди ничего не понимают, это люди вообще никакого отношения к христианству не имеют. Начинают, Бог, Он жестокий, это язычники, новоязычники, Он кровожадный, Он такой, такой, я говорю, еще к этим грехам своим еще и слова добавил, ты это скоро узнаешь. У Бога оно никуда не уйдет, но ничего не сокрыто. Ну как, вот Бог заранее говорит, такие-то народности, семь народностей, иди их поубей, забери домой, я тебя отдал. Но если бы я был неверующий, я бы так же рассуждал. Но я знаю, что эти народы изжили себя, изжили. И поэтому Бог сметает их с лица земли. Если их не пощадил, то как нас пощадит? А что такое все-таки любовь по Библии? Как точно понять, что вот я люблю Бога, или я люблю ближнего, как это узнать? Люблю ли я его? Ну надо смотреть на пример Божий. Вот, я люблю Бога, проверяется, как я люблю его заповеди. Господь говорит, если любите меня, соблюдите мои заповеди. Прямо дается. Любовь в конце как бы воплощается через исполнение его заповедей. И человек просто боится, где бы заповедь не нарушить. Это любовь. А другого разницы никакой нету. Ну хоть как. Тут это очень просто понять. Но как любовь Божия к нам? Мы знаем, первый мир погиб в воде. Погибли младенцы, погибли звери, погибли птицы. А кто их потопил? Бог, имя которому любовь. Так Бог видел, конечно, видел, как младенцы захлебываются, тонут. Все погибли. Но это Божья любовь. Содом и Гоморра горели, как? По любви. Бог-то, Он все время любовь. Он, хотя и написано, мстит. А на самом деле Бог ничего не мстит. Ну мы должны говорить, да, Бог мститель. Вот, а мститель до такого-то колена там, насколько любящий, проклинающий там все, все у Бога высчитано где-то. А как мы должны относиться? Любить Бога. И она исполняется так. Если любишь Бога, как можешь любить Бога, которого не видишь, а ненавидишь брата, которого видишь? Вот пример какой. Потому что в каждом ты должен увидеть образ Божий, если он там есть. О том, чтобы богохульника любить, нигде нет. Написано, в нас должны быть те же чувствования, что во Христе Иисусе. А мы знаем, как Бог поступает с ними. Да Бог не смотрит, какой ты есть. Нет, Бог очень смотрит. Написано, Бог есть ревнитель. Да ревность и любит дух, живущий в нас. Люди, которые совершенно ничего не понимают, они пытаются Богу навязать свои человеческие понятия. Нам труднее определиться самими собой, не говоря о Боге. Он дал мне наказ. А как я его исполняю? Ты знал о том, что с пустыми руками придешь, остался верующий, зарытый талант. И ты будешь знал. Почему сидишь дома и не благовествуешь? Ну, я простой мирянин, у меня таланта нету. А какого таланта нету? Проповедовать для каждого, как дышать. У тебя талант есть дышать? Ну, попробуй, закрой там нос и рот. Что получится? Так и здесь. Как говорит Иеремия, я усилился молчать, но внутри меня, в моих костях, как бы огонь был разлит. Люди погибают миллионами, никому дела нету. Никакой любви-то в этом нету. А он батюшка такой хороший, словом не скажет. Он за это отвечать будет. Называет их любвисты. Всех люблю, никого не осуждаю. Без пробела. Одним словом пишется. Это строгое будет взыскание за родителей, которые не наказывали детей. А он не слушает. Не слушается. И он за то, что надо было связывать его. И сбивать, и изгонять. Три работы провести. А тут ни одной нету. До конца дожился, пока не задушили. У нас тут тоже одна внучка у бабки была. Ну, видимо, знала, пенсия. Привела парня, которого внухайдакал, убил старуху, там все забрали. Ну, нашли. А что посеешь, то и пожнешь. Почему нашу бабку никто не убивал? Она 90 с лишним лет. И все ухаживают за ней. Беседуют с ней. Она молится о всех. А другая, священник один говорит, ко мне подошли молодые, говорит, на исповедь. И говорят, батюшка, благословите нас отравить бабушку. Не выздоравливает, ничего не понимает. Под себя ходит. В комнате жить невозможно. Чтобы он благословил. Я, говорит, руками развел только. И я понимаю, как им надоедать. Но если это верующий, каково? Если верующий, он принимает как от Бога. Я же не знаю, что со мной завтра будет. Сегодня у меня родственников полно, друзей полно. Я задумываюсь об этом. А если никого не будет? Где придется? Под каким кровом искать приюты? Дай Бог, говорит, дотянуть все это, как должно быть. Ну вот так.